Ну, сегодня будет просто вот такого вы еще точно не видели. Бывает математика для экономистов, для гуманитариев, для биологов, для химиков, для военных. А бывает сортирная математика. Вот не поверите, вот очень, очень даже содержательная бывает. Ну и, конечно, после такого названия, интригующего, как говорят, кликбейтного названия. Давайте я расскажу предысторию. Лечу я сюда на самолете сегодня. Лечу. Ну, тут надо понимать, что когда ты придумываешь какую-то математическую задачу, надо чуть-чуть, привет, надо чуть-чуть ее вот, чуть-чуть как бы доосмыслить. То есть я летел на самолете, где сзади было просто три туалета. И все. И, понятно, там общая очередь в три туалета. Но я тут же представил себе совершенно другого вида самолетов, на котором я тоже очень много раз летал. А именно самолет, в котором есть два туалета в конце и один посередине. Ну, я думаю, что каждый из вас когда-то летал в другого вида самолета. Два в конце и один в середине. Ну, и вот задача. Ты встаешь в туалет. Есть еще фломастеры другого цвета или черный мы будем работать? Один, два. И вот здесь вот стоит, вот там, где один туалет, там два человека в очереди. А там, где два, ну, например, четыре или пять. Ну, вот условно это четыре или пять. Ну, вот куда нужно идти, вставать? Вот туда, где один или два человека в очереди. Или туда, где, соответственно, их два, а в очереди четыре или пять. Ну, и, значит, эта задача, ее, ну, понятно, да, это совершенно житейская задача. Абсолютно. То есть, ну, как бы каждый из нас ее неоднократно решал. Она, в той постановке, которую я сейчас сказал, она довольно сложная, потому что мы не знаем, сколько времени сидит вот этот вот здесь и эти двое вот тут, да, до этого. То есть, если, например, мы дополнительно знаем, что этот только что вошел, а эти двое уже давным-давно, да, например, то, может быть, это будет другое решение, чем если мы знаем, значит, другую сторону. Поэтому первое, что мы делаем, это делаем задачу, ну, как бы упрощаем до уровня, при котором уже можно ее начинать изучать. А именно, до этого момента, до этого момента, когда я начал решать, была турбулентность, и туалеты все были закрыты. И вот турбулентность закончена, погасли огни, я вскочил и обнаружил, что уже стоят вот здесь двое и здесь пятеро, и вот в данную секунду торт проводница идет открывать. Там и там одновременно, допустим, две проводницы. И вот тогда задача уже чуть более строгая. Но все же мне еще кое-чего не хватает, да, для точной постановки. А именно, ну, чего, кто скажет, чего мне не хватает? Явно не чувствую милором. Ну, вот, иногда стоишь, да, вот, забежал, и сразу прям выбежал человек, и ты уже пошел. А иногда стоишь и ждешь, уже весь переминаешься, ноги на ногу. Там все занято, ты колотишь туда кулаком, а там все занято и занято. Вот нужно распределение времени, значит, нахождения в сортире. Вот это вот распределение, да, которое, ну, вот, как, ну, можно считать, что у нас есть там, что это случайный процесс, да. Вот, вот у нас выборка, вот человечество, каждый человек берется из одного и того же распределения. Но вид этого распределения совершенно не ясен, особенно с учетом того, что там, ну, в общем, с учетом разных видов потребностей, которые в туалете удовлетворяются, скажем так. Ну, и самая простая, вот, я сегодня выписал самую простую постановку. И в этот момент ко мне подошел человек в самолете и поздоровался там, попросил сфотографироваться, чем заниматься. Я говорю, да вот только что выдумал шикарный сюжет для моткульт-привета и рассказал. И он завис в этом месте там на 10 минут, он сам медик из Сеченовского университета, вот. Ну, в общем, я предположил для простоты, что могут быть две реализации, по-малому и по-большому. Вот, каждый человек стоит либо по-малому, либо по-большому. И если по-малому, то одна минута, а если по-большому, то пять. Логично, да? Ну, плюс-минус, то есть, ну, как бы в качестве первого. Ну, а тут уже надо поставить, извините, там, b и один минус b, которые, я не знаю, здесь надо брать какие-то вероятности из реальной жизни. Можно решать задачу параметрическую. Да? То есть, в зависимости от b решить эту задачу. Теперь целевая функция. Вот, что такое целевая функция? Может быть, разные целевые функции у этой задачи. Например, просто минимизировать ожидаемое время нахождения в очереди, да? И все. Это одна, да, целевая функция? Ну, по идее, самая простая. Но тут же я понял, что это не единственный вариант. Потому что может быть так, что, например, ты хочешь пойти туда, где с большей вероятностью ты скорее попадешь. Понятно, что это другая задача, да, математически. То есть, одна задача это просто минимизировать время ждем. Где? Вот здесь по всем выдачам будет минимум меньшее среднее время, чем здесь. Или наоборот. Либо мы просто смотрим все реализации, да, все реализации. И... Это дождь. Нет, мы шли, да, я чувствовал, что он собирается снова. Вот. В общем, по всем реализациям мы смотрим, в скольких... Значит, ну, в какой доле случаев ты будешь ждать меньше здесь, чем здесь. И выберешь то место, где ты с большей вероятностью пройдешь раньше. Это другая целевая задача. Есть еще третья. Ну, она такая совсем уж полиганская. Представим себе, что через 10 минут произойдет непоправимое. И нужно, значит, стоять туда, где непоправимое произойдет с меньшей вероятностью. Понятно, да? То есть, пороговое. Вот 10 минут ты можешь терпеть, а дальше просто не можешь. И, соответственно, ты выбираешь то место, где ты скорее с большей вероятностью, ты успеешь за это... Ну, понятно, да? Вот такая сортированная математика. Смотрите, сколько разных постановок. Совершенно потрясающим. И, как бы это сказать... Ну, это, конечно, лекция должна была быть 1 апреля. Но согласитесь, что постановки, ну, предельно житейские, предельно как бы наполненные глубоким смыслом. Вот. Ну, давайте вот решим... Ну, я, если честно, я скажу, что я тугаду, и там за оставшиеся 40 минут понета, я ничего не успел решить. Ну, это вам надо будет. Задача надо решать. Ну, вот, смотрите, хотя бы посмотрите на отдельного варианта. У нас есть два в седьмой реализации. Два в седьмой реализации. Семь человек, да? И каждый идёт по малому, идёт по большому. Ну, и, соответственно, получается, что, если мы ищем от ожидания, вот здесь легко посчитать всё. Потому что у меня есть... Здесь, во-первых, не зависит от порядка. Здесь только нужно сказать. Малый, большой, первый. МВ. МВ. То есть, есть, как бы, сценарий ММ. ММ приводит к двум минутам ожидания, правильно? Сценарий МВ. ПМ, который приводит к шести минутам ожидания, если я сюда встал. И сценарий ББ, который приводит, соответственно, к десяти. Ну, и мы навешиваем очевидные вероятности. Сюда П квадрат. Сюда 2П на 1 минус П. Сюда 1 минус П в квадрате. У меня, честно скажу, я немножко удивился, но у меня квадраты сократились. И получилось выражение 10 минус 8П. То есть, вот как бы... 10 минус 8П. Ну, а здесь всё, конечно, гораздо сложнее. А именно, вот смотрите, например, М... Ну, то, что МММММ, это понятно, оно приводит к двум минутам ожидания. Вот тут нужна такая таблица. И тут нужно перечислить все 32 варианта. И, например, МММММБ кардинально отречается от БММММ. Здесь нет коммутативности. Если первый хочет занять надолго... Понятно, да? Если первый вот вошёл, и всё, а он надолго засел там. То получается, что вот этот он полностью блокировал И остальные четыре по очереди идут сюда Очень частая ситуация, кстати, в самолёках Одна дверь полностью надолго-надолго-надолго А другая по полюбе-надолго Вот И, соответственно, в этом случае Если вот Б, М, 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 М Это означает, что про этот просто мы забываем И у нас, соответственно, нам требуется четыре минуты ожидания Пока пройдут все эти четверо во второй К тому времени тот еще не освободится А если М, 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 Б То те же две, что и здесь Понимаете? Потому что эти парами прошли В одной минуте Этот засел, но тебе уже пофиг Потому что ты пошел во второй Чувствуете, да, как круто? Ну вот дальше надо рисовать все остальное И писать здесь еще вероятности Если это ПФ-5 Короче, дальше Дальше, на самом деле Я не программист Тут, на самом деле, надо просто программку написать И посмотреть При каких П Получается здесь меньше времени При каких П получается тут меньше времени Одно могу сказать, что Скорее всего Ситуация, когда Здесь двое А здесь четверо Вот Эта ситуация почти всегда Должна быть в пользу четверо Интуитивно ясно, что Когда очередь стоит Грубо говоря, есть 10 окошечек И в каждой по 3 человека Или Один распределитель Стоит 30 человек И дальше по 10 Куда Чтобы было неочевидно И вот тут уже, скорее всего, будет Я думаю, что будет зависеть от П Я думаю, что будет зависеть от П Ну вот Задачу как будто решать до конца Ну вот давайте Чтобы понять, как все это пишется Ну вот, например БМБММ Просто восстанавливаем Что происходит Она открывает двигатель Значит, соответственно Тут же этот на 5 минут Засел И этот через минуту вышел И этот Пошел сюда И засел до сюда И вот, пожалуйста После того, как Вот это вот прошло Вот эти двое Бедные сидят Да и ждут Соответственно Дальше Этот пошел вот сюда И этот сюда И ты попадаешь сюда Соответственно Здесь ответ 6 Придется ждать Ну и так понятно С каждым вариантом Легко восстановить Сколько придется ждать Вот Дальше нужно здесь Выписать вероятности Все это сложить Тут будет многочлен 5-й степени какой-то Его надо сравнить С многочленом 1-й степени Ну а вдруг там 5-й степени Может сократиться Каким-то причинам Крик знает Ну и получится Вот такое Как бы Да Вычтение корней Многочлена Вот разница Этих двух многочленов Можно будет корни вычтать Там И Ну может быть Что при всех Пэя например Нет Я не думаю Я думаю Что при разных Пэй будет разным Самое интересное Вот эта задача Ну немножко Не с такой интерпретацией Она Достаточно известна И Сила выбора из двух Называется Как Сила выбора Из двух вариантов То есть почему Часто в банках Или вообще В аэропортах Делают два окошка И человек Нагадает в очередь И выбирает Да Это не случайно В том что Эффект очень большой Вот ровно по той причине Что есть Б Ну и есть те Кто Долго Да И вот эта система Когда Как бы Ну Это вообще Теория массовообслуживания Да Да И там Соответственно Экспоненциальное Время обслуживания Но могут быть Вот какие-то такие выбросы В общем короче говоря Есть статья Веденской По моему Добрушиной Еще кого-то И более того Есть популярное Изложение этой статьи В книжке Райгородского Литва Именно с сортирами Да Да нет А Я могу Запатентовать Интерпретацию Ну это конечно Я запатентовал Интерпретацию С алкоголем Задачи править в гире Это точно Интерпретация Чисто твоя Такого нигде не видел Вот Ну особенно Вы словосочетание Чувствуете Чувствуете Это точно твое Вот Это прям Сто процентов Но Без шуток Это действительно Связано Вот с этой вот Да Известной Теорией массовообслуживания Сила выбора из двух Вот И вот Фамилия Веденская Дорухин Вот так Карпелевич Веденская Веденская Двумя В А Веденская Да Никита Дмитриевна Что Никита Никита Дмитриевна Да Так Так вот Да Ну и там Как есть Катеревич Ко По-моему Да И кто еще Добрушин Добрушин Это двойственная Добрушина Да Кто Ну тут Сам Неченик Комогорло Ага Ну вот Видите Вот Так сказать Куда дальше Надо обращаться Ну вот Для школьников Отлично Просчитать Вот это Вот Да Просто Написать программку Просчитать То есть конечно Такого я не видел Кстати Еще Еще Уже гораздо менее Страшно Четыре минуты Четыре минуты Да Ну вот Смотри У меня возникла Однажды В городе Тулун Задача Нужно было найти Лекарство И было две аптеки Я вышел Вот сюда Дом Вот тут Есть вероятности С которыми Это лекарство Есть здесь И здесь Лекарство Надо обязательно Найти Если вообще Оно есть Если нет Ну как бы Фиксировать Что его нет Но Обе аптеки Как бы надо Вот Сейчас Еще раз Что такое стрелка Где-то я сюда Вышел на эту дорогу Ну как бы Стартовое место Вот здесь И мне нужно Вот решить Как бы Вот так Или вот так И в случае чего Вот так Ну Понятно Что как бы Конечно Вот этот путь Ну Короче Но вот этот путь Может тогда Не потребоваться Обратный В некоторых случаях Если я здесь найду То есть Соответственно В зависимости от Пэйку Получается Что В некоторых случаях Выгоднее делать крюк А в некоторых Нужно Делать Зигзаг В случае Если Вопроще Задача Вроде Да Я тут же Значит Ее Ну понятно Нужно ее Обобщить Вот такая Получается Задача С некоторой Вот такой Странной Оптимизации Вот Ты наверняка Ты же Оптимизатор Номер один Да Вот Вот смотри Вот общая Обстановка В точке Со звездочкой Стоит Человек И он Должен Найти Во что бы то ни Стало Некоторый объект Либо убедиться Что в этом В этой зоне Ему нет То есть Найти За как можно Более Короткое время Его найти Либо убедиться Что нет То есть Потрасить Как можно Меньше Времени И при этом Даны Вероятности И адреса Вот такая Задача Оптимизация Комбинаторная Комбинаторная Оптимизация Вот такая Ну понятно Что если влом То Эмпо Трудная То есть Это надо Проходить Все эти вершины То есть Габинетонов Путь Какой-то Рисовать Не все Если ты нашел Вот здесь То все Игра закончена То есть Получается Может быть Вот так И все А может быть Там Ну понятно Вот так И все То есть Ты как бы Ищет до момента Нахождения Либо до Прохождения Всех пунктов Еще бы простила Задачу Если бы они Как-то случайно Были Выброшены Эти пункты Ну я понимаю Да Но вот Как бы да Обычные задачи Случайно В виде Гораздо более Простые Чем Так Ну в общем Вот так Вот так Так Сколько у нас Временно Все Не-не-не Еще остается 7 минут На самом деле 7 минут Да Тогда этот сюжет Можно закончить Вот Мне еще 2 минуты Надо оставить На Практическое Практическое решение Задачи Которая Вначале Рассмотрелась До начала лекции Нужно посетить Соответственно Сколько остается Сейчас Хорошо Хорошо Что не 5 Ну хорошо Тогда значит Еще у нас остается 4 минуты Получается Ну да Можно задать Вопросы Какие-то Вот такая У нас экспромтная Запись Пойдет Наверное Вперед Дадим У меня на маткульт Сейчас на лето Всегда очередь Стоит Из видео Которое заснято В течение года Но Чтобы обживить Обстановку Мы Какие-то Только что Снятые Сейчас ты сразу Не Очереди Фигачим И все Я подумал Парадокс Брайса Сам В 1990 В каком-то Первом году В смысле Понятно Что к тому времени Он уже был известен Но не мне Вот И я его придумал Я прямо Это обнаружил Рассказал Друзьям Рассказал Потом попал В российскую Книжную школу И с радостью Обнаружил Кто известный И как бы Прошел Документальный Установлен А ситуация была такая Вот здесь Есть Щелковское шоссе Здесь Гальянов Район Кто вот Из Москвы Значит Здесь район Метргородок Метргородок Идет там улица Открытое шоссе Как-то Ну и вот До 90-х годов Вот здесь Была совершенно Раздолбанная Дорога С ухабами Ямами В общем Ужасного качества И Значит Дальше Вот в ту сторону Был лесной Такой Живописный Изящный Очень узкий Такой выезд На ВДНХ Через лес Без единого сокафора Тогда Сейчас уже Натыкали Вот Ну то есть Как бы Можно было Если ты отсюда Едешь То ты вот Едешь На ВДНХ Ты вот так Едешь Корреспонденция Здесь Матрица корреспонденции Такова Что довольно Много народа Уъезжает Из вот этих Больших городов Типа Там Балашиха Балашиха Королев Королев Если честно Скорее вот здесь Ну тут Антилекты Здесь Езжать Езжать Здесь Или здесь Тут много Тут реально Дофига И Дальше Часть народа Работает На ВДНХ ВДНХ Много Безработки То есть Здесь Довольно Большой Поток Есть И Ну и как бы Вот сюда Долго И ухабисто И поэтому Вот эта дорога Была совершенно Пустая Всегда И Там Добраться От нас До ВДНХ Это как бы Ну И все Десять минут И Тут В какой-то момент Вот эту дорогу Асфальтировали Пошел Ну и дальше Вы сами Понимаете Что произошло С этой Дорогой На ней Встала Вот с этой Стороны Около Богородского Разъезда Жуткого Размера Пробка Всегда Я говорю Смотрите Вот ни себе Не людям Вот Вы сделали Шикарную дорогу Что вы сделали Вы нам Испортили Жизнь Но Эти Никакой помощи Нет На самом деле Они-то Ее И забили До такого Уровня Они Ее Забили До такого Уровня При котором Им уже Все равно Так Ее Фатилитаны Но Здесь Ничего Не Меняется Здесь Поток Такой Что Это Эпсилон Добавка Она Никак Не влияет На этот Поток Поэтому Вот Они Здесь Есть Или Час Здесь Они Могли Сканули Полчаса Но Вот Это Полчаса Здесь Испробка Стала И все Но Обновесие Естественно Только Это Стабильный Динамик А то Что Было В Бекмане Там Немножко По-другому Это Вот На всякий случай Но Регата Совсем Знакомы Уже Вот Так Это Был Типичный Случай Парадокса Брайса Метаграт Е Потом Это Все Рассосалось Испробка Стала Все Рассосалось Так И Везде Рассосалось Да Все Давайте Поблагодарим Алексея Владимировича Хорошего лета Мы на Байкал Скоро Но сейчас Еще научно-туристический Поход будет 30 километров Да Те Которые Я тогда Прошел За полдня Один А Сейчас Пойдем Два дня Плюс Еще День Тяну Спасибо Пока